Привет, YouTube! Некоторое время назад мне удалось немного потестировать смартфонами DJI от Rix. Ранее на канале была распаковка этого смартфона, но если вы её уже видели, то не думаю, что из этого ролика вы узнаете что-то новое. Цель этого видео немного лучше продемонстрировать внешний вид и работу устройства, поэтому я даже снимаю его на более высокой частоте кадров. И если это видео вам понравится, то поддержите его лайком, а ещё лучше подпиской на канал. Итак, UMI DJI от Rix относится к ультрабюджетному сегменту и имеет достаточно стандартные проблемы для этой ценовой категории. Хотя многие покупатели, учитывая стоимость, на такие недостатки просто закрывают свои глаза. Также компания UMI DJI периодически выпускает обновления программного обеспечения, благодаря чему некоторые программные баги и фичи исправляются по мере обнаружения. Хотя в случае с этим смартфоном я пока что никаких обновлений не увидел. Так как UMI DJI от Rix это смартфон ультрабюджетного сегмента, то скорее он подойдёт в качестве второго телефона, либо же для старшего поколения или в качестве самого первого телефона. Например, большинство детей безответственно и часто теряют и разбивают свои смартфоны. UMI DJI от Rix доступен в двух цветах, Midnight Green и Space Grey. Рамка вокруг корпуса выполнена из металла и приятно лежит в руке. Хотя скорее всего 99% покупателей будут пользоваться комплектным чехлом, который достаточно неплохого качества. В целом корпус для такой стоимости смартфона по качеству находится на высоком уровне. И ещё бонусом в комплекте уже есть установленная защитная плёнка. Так что если вы будете покупать смартфон, то снимайте транспортировочную плёнку с экрана осторожно, так как под ней находится защитная плёнка. Слот здесь на две сим-карты и одну карту памяти, так что проблемы с выбором между второй симкой или картой памяти больше не возникнет. И ещё из бонусов, здесь присутствует разъём для проводных наушников. Теперь по поводу экрана. Диагональ здесь 5,7 дюйма при HD+, разрешении в 1512 на 720 пикселей. При включении экрана в глаза бросается огромная манебровь, а также достаточно большой подбородок. А ещё, если сильно захотеть, то можно рассмотреть неравномерную подсветку экрана, которая немного бросается в глаза. Да, увы, для многих это кажется новостью, но в бюджетных смартфонах используют бюджетные экраны. В плане безопасности и авторизации. Основной способ разблокировки экрана – сканер отпечатка пальцев. Также можно использовать разблокировку по лицу за счёт фронтальной камеры. Оба эти способа работают достаточно быстро. Ну и пин-код или графический ключ вам никто не запрещает использовать. Выбор остаётся за вами. Работает смартфон на базе Mediatek Helio A22 MT67-61 с графическим чипом PowerWear GE6300. К слову, из-за этого не совсем распространённого чипа в играх происходят некоторые фризы и минутка чёрного юмора. Встроенной памяти тут всего 16 гигабайт, так что по поводу лагов в большинстве игр вы сильно переживать не будете, потому что сильно много игр установить просто не получится. А вот оперативной памяти тут 3 гигабайта. Думаю, что для бюджетного сегмента на базе Android 10 это уже необходимый минимум. В плане производительности в играх. На минимальных настройках с большинством игр смартфон всё ещё справляется, но в некоторых играх присутствуют неприятные подёргивания и фризы, о которых я уже говорил ранее. Ещё лично меня немного раздражает альбомный режим за счёт наличия громного отступа на нижней части экрана. Постоянно появляется ощущение, что центр дисплея куда-то смещён. Особо сильно это чувствуется в шутерах, когда прицел находится, грубо говоря, не посередине экрана. Да ещё и некоторые элементы управления в играх частично перекрываются монобровью. То есть, ну, вариант не особо удачный в этом плане. По поводу камеры вначале я думал вообще ничего не говорить, но вспомнил, что недавно получилось сделать несколько кадров на этот телефон. Первое видео снималось с рук, а второе с использованием внешнего стабилизатора. Первое видео снималось с учётом erwее всего. Так на своих��ях составляет и учётом quiet��. Поселом、「 чёрным сцс Чёрным сцс Чёрным сцс Ьгальными vos мест, надёшь, всё сцс Чёрным сцс Чёрным сцс Чёрнымخرянным. Знаете ко мне и есть чувство непростоф接аться excited. Если говорить в общем, производитель пытался сделать максимально дешевое устройство и с этим в целом он справился, а уже в остальном должны судить покупатели. В любом случае приятно наблюдать прогресс бюджетного рынка, но пока до идеалов достаточно далеко. Если что, заказать смартфон можно в официальном магазине на Алиэкспресс, если вы ранее не делали покупки на Алиэкспресс, то переходите по специальной ссылке для новых пользователей в описании, регистрируйтесь и получайте купоны для новых пользователей Алиэкспресс, с ними вы сможете неплохо сэкономить. Вы были на канале Regular Unboxing, желаю удачных покупок и хорошего настроения. До скорого!